и всем привет друзья вы на канале sky top games и в эфире и universe sandbox 2 больше четырех месяцев на канале не выходили никакие эксперименты потому что канал был заострен большим вниманием на симулятор по space engine который вам всем нравится всем любителям космоса на моем вернее на нашем канале ну а перед началом новые эксперименты хотелось бы поблагодарить как всегда всех спонсоров нашего канала за вашу месячную подписку спасибо друзья за вашу поддержку что могу сказать сегодняшним днем мы открываем опять на нашем канале эксперименты в universe sandbox 2 но это не значит что space engine будет заброшен и не будет сниматься в течение недели мы не видели никаких видео про космос на канале просто я взял небольшой отпуск и по совету подписчиков мне сказали sky давай-ка уже на в universe что ли перейди там ну чё-нибудь с ними мы ждем блин мы скучаем и по совету подписчиков конечно же я всегда соглашусь и буду следовать вашему мнению так вот сегодня наш эксперимент будет зависеть в чем мне посоветовали такую небольшую идейку кто смотрел солнечная система через пять миллиардов лет по space engine на канале типа того чтобы повторить ее в universe sandbox 2 только только что нужно именно сделать смотрите землю нам нужно будет расположить на орбиту юпитера то есть на орбиту европы а европу европа это спутник юпитера для тех кто не знает который возможно есть жизнь подлёдная вроде бы океаны воды под толщей 100 километров льда а европу в общем надо расположить на орбиту земли на расстоянии 13 тысяч километров вот здесь не пойму я немножко не понял европу на орбиту земли на расстоянии 13 тысяч километров от чего ну хорошо ладно может быть провести эксперимент европу расположить на орбиту земли землю оставить что ли я за как же если землю нам придется перенести ну в общем за место земли мы поставим европу и луну на расстоянии 20 тысяч километров от земли и потом нам нужно будет перейти на титан и поставить на его орбиту какой-нибудь космический корабль к примеру космическую станцию размером с луну космическую станцию я к сожалению никакую не могу найти это блин в общем universe and box 2 я давно так него не играл не проводил никаких симуляций скажу universe and box 2 изменился полностью изменился возможно мы с вами как-нибудь сделаем небольшой обзорчик так ну что же давайте попробуем вот сейчас я просто вам покажу один фрагментик так какие изменения у нас стали то есть помните панелька вот здесь вот симуляции до поиска различных планет звезд мы добавляли она была внизу сейчас это все вот так вот сбоку и скажу что это довольно таки на мой взгляд даже очень приятно очень радует глаз все информативно вот ну в общем давайте погнали все сейчас я расположу как попросили меня подписчики а потом посмотрим за нашей солнечной системой 5 через 5 миллиардов лет как бы она выглядела но это немножко здесь будет фантастики принесем фантастику это все один эксперимент здесь можно сразу же предугадать посмотреть чтобы было если бы солнце стало бы красным гигантом в общем взглянем на нашу солнечную систему немножко измененную все погнали так ну что же мы вернулись и посмотрите на нашу солнечную систему через пять миллиардов лет возможно вот так она будет выглядеть когда наше солнце станет красным гигантом когда весь водород солнце будет исчерпан и наше солнце практически дойдет до орбиты земли да мы можем наблюдать что венера и меркурий пока что у нас симуляторе мы видим их не на их не название но они полностью поглощены солнцем и я так понимаю что человек который писал мне сделать данную симуляцию немножко не расставил запятые и все это вместить как-то в один эксперимент смотрелось бы немножко наверное глупо и поэтому я разбил их на три части и это все будет одним экспериментом то есть первое это земля а вернее солнечная система через 5 миллиардов лет запускаем симуляцию так планета земля планета земля естественно должна нагреваться сейчас просто адски ну если смотреть на это все с течением времени то есть ускорить потихоньку расширять границы солнца то мы бы постепенно мы видели как бы высыхали океаны как погасли бы все города не стало бы человеческом человечество простите на планете земля но так как мы симуляцию довольно таки жестко быстро ускорили то сейчас буквально ускорившись еще так 40 минут в секунду даже чуть больше мы увидим как планета земля станет просто пустынной планеты без атмосферы с колоссальной температурой на поверхности не будет ни воды не облаков ничего все что ты привык видеть в этой жизни а также мы с вами увидим как и именно что произойдет с другими планетами солнечной системы так давайте перелетим на марс марс 60 так температура тоже очень очень быстро растет юпитер но естественно юпитер газовый гигант настолько огромный что он также начинает разогреваться его газа разогреваются и планета начинает раскаляться хотелось бы конечно посмотреть на спутники юпитера так вот кстати в этой симуляции их нету и поэтому сейчас мы попробуем добавить такс европе если она здесь ох убейте меня если ее тут нету веста так спутники у нас звезды планеты и спутники вот они спутники но почему-то почему-то они здесь у меня не отображены и так даже нету никакого поиска давайте попробуем вести европа европа нету очень странно ну скажу так что европа конечно бы скорее всего бы блин растаяло бы этот ледяной мир стал бы полностью океанической океаническим спутником скорее всего но опять же солнце настолько огромную увеличилась представляете если гребаный огромный юпитер газовый гигант разогрелся разогреется до невероятных температур 426 градусов по цельсию что можно сказать о европе все ее льды также просто высохнут вернее высохнут они испарятся вся вода все поверхности планеты начнут испаряться просто в открытый космос так марс посмотрите да мы уже видим как рост планета разогрелась двести пятьдесят три градуса и мы видим все ее части которые устремляются в открытый космос и кстати то тонкая разреженная атмосфера который составляет по моему всего пять процентов от нашей земли ее на марсе не существует марс раскален мы видим как разогревается поверхность да что же у нас произошло с землей сейчас мы посмотрим солнце кто-то мне еще писал в комментариях по моему по space engine что к этому времени скорее всего все кольца на сатурне они полностью упадут на планету даст вероятнее всего так она и будет планета земля 1121 градус поверхность ну здесь как бы ничего не стоит больше смотреть железо 24 процента силикат газы каким-то образом у нас еще остались на поверхности планеты масса ну масса плотность вроде бы немножко потерялась и масса также потихоньку должна падать но не вижу я этого здесь так ну давайте сейчас тогда чем а зациклились на марсе данный юпитер где наш сатурн давайте перелетим на сатурн и насколько мы видим да мы не видим его колец то есть действительно кольца кольца планеты они полностью упали их сатурн просто поглотил они упали все так а по идее еще фобоса деймос который мы знаем у марса они должны через промежуток времени превратиться то есть они все время приближаются каждый год там на несколько сантиметров приближаются ближе к орбите марса и то есть последовательности их совершенно верно должно разорвать гравитации планеты и на марсе соответственно должны появиться кольца но колец мы здесь не видим возможно они также уже упали на планету марс так ну что же плутон что у нас по плутону плутон настолько далек что температура здесь в принципе то вроде бы не изменилось как было минус 230 градусов так она и осталось так но если увеличить немножко еще время прокрутить и достаточно да мы видим что температуру то у нас повысилась всего лишь на два градуса и того 228 по цельсию так ну и как мы видим вся эта симуляция заканчивается тем плачевно как говорят ученые что возможно земля ой простите солнце просто от его постоянного расширения возможно превратится туманность то есть сверх новую оно взорвалось нашего солнца нету да что осталось вообще на месте солнца даже никакого намека на маленького карлика нет ничего не нейтронной звезды ничего ну что ж ладно хорошо переходим ко второй симуляция ну что ж вашим просьбам симуляция номер два эксперименты вернее номер два и нужно сейчас остановить время так давайте посмотрим то есть я короче говоря открыл солнечную систему со всеми спутниками и как нам говорили подписчики нам нужно сейчас добавить всем известный спутник европу спутник юпитера на орбиту земли и расположить в 20 тысяч километрах луну наша планета земля то ли к земле может быть расположить европу на расстояние 20 тысяч километров ну давайте сделаем так мы возьмем с вами европу расположим ее где-нибудь на орбите земли и луну в 20 тысяч километрах ну что же симуляция запущена европа на орбите земли вообще европа по идее должна в таком состоянии полностью растаять и как бы на планете должны появиться океана ведь данный спутник у нас расположился очень комфортно а именно именно в среде обитания так в зоне обитания луна расположена у нас расположена простите на расстоянии 20 тысяч километров я чувствую что блин это очень серьезные между собой какие-то трения должны происходить и гравитации или что в общем мне кажется что сейчас будет просто столкновение хотя давайте ускорим время и посмотрим что же будет так смотрите как луна в какой-то момент ускоряется и мне даже кажется что достаточно близко приближается к европе то есть на ночном небе европы мы его скорее всего бы видели иногда достаточно очень близко луну настолько близко что это были бы за выражающие на мой взгляд виды так но почему-то наша европа не хочет даять планета спутник вернее то то замедляется то ускоряется и температура и подождите температуру мысе нет 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 стой куда нет температуру мы сейчас ей немножко более-менее должны сделать как-то 200 100 100 160 стоп 46 46 градусов блин я своим экспериментом испарил к чертям всю воду на спутники так ну давайте какой-то процент ей добавим но да вода то там есть жидкие океаны все прочее но у спутника нету атмосферы вот что у нее нет поэтому вся вода просто просто испарилась космос мне даже нету какого-то ну хотя может быть какой-нибудь нет скорее всего даже ядра то нету как у планеты земля и нету защищающий планету магнитосферы до различных солнечных вспышек поэтому жизнь здесь невозможный эксперимент провален ну что же давайте следующий эксперимент следующий эксперимент это земля в виде спутника юпитера так стоп 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 симуляцию что-то слишком я быстро быстро ускорил ну что же давайте посмотрим скорость планеты достаточно очень быстро растет о ее 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 ей земля почему-то просто как ненормальная крутится а нет все все в порядке стойте 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 такс подождите скорость хотя нет скорость то возрастает то уменьшается на планете земля температура поверхность оптим минимальная температура минус 71 градус 7 градусов по цельсию это средняя температура планеты земля мне кажется что земля повернута всегда одной стороной к юпитеру приливные силы юпитера действуют мне кажется да на одной стороне планеты земля все время ночью вот сейчас я даже наблюдаю за каким-то континентом хотя хотя нет вроде бы как все таки одной стороной земля повернута к юпитеру так но почему температура у нас не меняется непонятно посмотрите что здесь только не появилась нового испарить океана растопить все заморозить стабилизация воды стабилизировать температуру невероятно давайте просто посмотрим стабилизирует температуру минус 28 минус 20 градусов почему что случилось у человечества еще каким-то образом вроде бы борется за свою жизнь мы видим что все таки свет не погас не погас на континентах на некоторых но на каких-то его просто нет конечно по идее огромной радиации юпитера должны убить все человечество сразу так что стало почему здесь ниже экватора ближе к южному полюсу здесь температура всегда стабильная 50 градусов ближе получается к северному полюсу здесь невозможно жить посмотрите даже в тени половину планеты здесь как будто нет человечества здесь горят огни города так стойте где наш юпитер я не вижу его это как-то закрывает сень что ли как это влияет я не понимаю и нет юпитера или сюда вообще просто не попадает никоим образом солнце цвет солнца нашего так ох прям так и хочется взять планету земля и запустить ее в большое красное пятно так ладно в общем господа предлагаю вам всем писать в комментарии почему чего и зачем все так печально происходит в таких экспериментах особенно меня интересует вот этот эксперимент так ну что ж я думаю что на этом данные эксперименты я закончил все остальные я перенесу на следующие наши видео я обязательно записал в тетрадочку и мы с вами их все рассмотрим в следующем видео по экспериментам universe sandbox 2 ну тебе всего лишь потребуется поставить большой пальчик вверх подписаться на канал нажать колокольчик и пишите в комментарии какие бы эксперименты по инверсу вы бы хотели бы еще видеть всем пока новых открытий пока